Хорошо. Дорогие леди, добрый день. Приветствую вас в австрийской высшей школе этикета. Сегодня у нас будет прямой эфир, посвященный имиджу элегантной женщины. Присоединяйтесь. Так, хорошо. Я вижу, что есть первый подключившийся, поэтому буду начинать с вашего позволения, потому что тема большая, непростая. И я хотела бы начать с таких моментов, которые вы озвучили мне в директ. Первый вопрос, наверное, касающийся сегодняшних обстоятельств и адекватности и актуальности этой темы. Кому нужен личный бренд, из чего он состоит, потому что многим даже непонятно это сочетание личный бренд. Так вот, давайте я вам на пальцах объясню, что это такое, для кого он нужен. Я назову те профессии, которые на самом деле нуждаются в личном бренде, особенно если вы хотите вырасти и продвинуться по карьерной лестнице. Но начнем с простых моментов. Что такое личный бренд? Давайте проведем с вами эксперимент. Представьте, что вы приходите на прием к психологу или к юристу, неважно, то есть к какому-то специалисту, который вам сейчас необходим. И, допустим, заходите в здание, идете вдоль длинного коридора и видите абсолютно два одинаковых кабинета. Написаны таблички имена этих профессионалов, этих специалистов. И более того, вы точно к этому моменту знаете, что у них одинаковый бэкграунд, у них одинаковое образование, у них, допустим, если это юристы, одинаковое количество выигранных дел. Но на табличке одного из них написано, там, Петр Иванович такой-то, элегантный юрист, допустим. И Сергей Иванович неэлегантный юрист. Пока берем специально эти обозначения, потом мы их будем разбирать. Так вот, к какому из них вы пойдете? К элегантному человеку. И то, смотрите, вы понимаете, немного шире понятие элегантное. Это не значит, что он красивый, одетый. Да, это, безусловно, общение, это речь, это манера держаться с вами. Это даже то, как он оформляет документы, потому что он принесет вам договор, вытащит этот договор из красивого портфеля, он не будет скомканный, там будет все аккуратно простеплено, да, вы поймете, что этот человек аккуратист. Более того, когда вы к нему зайдете, что такое элегантность? Это когда вы понимаете, что пришли к специалисту, который полностью будет погружен в вашу проблему. Другими словами, если бы я была этим юристом, что бы я сделала, чтобы показать свою вовлеченность именно к вашей кандидатуре? Я бы нажала на кнопку громкой связи и сказала своему секретарю, Наташа, не пускай, пожалуйста, ко мне, у меня очень важный клиент. Дальше, возможно, я пошла бы, закрыла окно, да, показать вам, что лишний шум может нам мешать, а я делаю все для того, чтобы быть погруженной в вашу проблему. Следующий момент, что бы я сделала? Я взяла бы записную книжку, блокнот, села напротив вас, безусловно, села в той позе, которая вызывает доверие, а мы об этом чуть позже поговорим, то есть не в закрытой позе, не в позе нападения, а именно в открытой готовой слушать вас. Есть секретная поза у журналистов, которые делают такие искренние и провокационные интервью, и она известна не всем. Именно в этой позе обычно человек расположен отвечать на самые каверзные вопросы. Так вот, хороший юрист их знает. И даже то, какая у меня ручка, то, какой у меня ежедневник, будет иметь значение, вот это все и есть имидж. То есть вы попали в зону, где вас любят, где вы чувствуете, что вы значимый персонаж для этого специалиста, вне зависимости от его регалий. Вот что такое элегантность, она не заключается только в одежде и во внешнем виде и маникюре, понимаете? И вот тогда у меня к вам вопрос, готовы ли вы доплатить, внимание, доплатить за эту элегантность, а напротив него сидит в другом кабинете другой юрист, при этом у него такое же образование, я сказала, что четко бэкграунд у них одинаковый. Будете готовы, да, или нет? Напишите, пожалуйста, здесь сейчас. Давайте так, кто готов доплатить за элегантность, в широком понятии поставьте единичку. Кому не важно и без разницы ни поведение, ни речь, ни манеры, ни аккуратность, ни вовлеченность, поставьте двойку. Так вот, смотрите, вот эта единичка, да, те, кто поставили единицу, вы должны понять, что это добавленный ноль к контракту, когда за вас люди, за ваши услуги, готовы переплатить, доплатить, даже вы сейчас так ответили. Вы готовы доплатить за бренд, за элегантность, за личный бренд, понимаете? Потому что сегодня, когда, особенно в условиях пандемии, особенно в новых реалиях, когда все переходит в интернет, я не вижу, честно вам скажу, другого способа как-то обойти конкурентов. Ни одни скидки, ни распродажи, ни купоны не помогут получить клиента. Элегантность – это еще и качество. Когда вы бьетесь за качество, когда вы работаете как безумный перфекционист, понимая, что даже запах, даже аромат, который стоит у вас в кабинете, имеет значение. Понимая, что человек, который пришел к вам на прием, зайдет в уборную, да, в вашем, в вашей школе, в вашем магазине, в вашем кабинете, и увидит там чистоту, порядок в уборной, может быть, там те же санитайзеры, ту же маску, он поймет, что вы о нем заботитесь. Вот такие мелочи – это и есть личный бренд. Я надеюсь, теперь многим понятно. Когда вы продумываете все до мелочей, однако упустить эти все мелочи на самом деле сложно, если вы никогда не были в этом процессе. Допустим, если мы говорим о женщине, о личном бренде «Элегантные женщины», то самая простая схема осознать это, это вот версия, помните, с кубиком Рубика, когда я проводила аналогию с элегантностью. Вот имидж можно разобрать таким же способом. Допустим, если возьмем внешний вид, внешний вид бренда «Элегантные женщины», то можете взять ручку, листочек записать, сегодня на уроке это все будет, я вам дам даже шпаргалку, с помощью нее вам, этой шпаргалки, достаточно будет просто научиться ставить, да, нет, плюсик, минус, то есть что вы смогли уже сделать, решить к этому моменту, к просмотру этого урока. Либо что вам нужно доработать. Так вот, пока без шпаргалки, прямой эфир не позволяет ее сюда выложить, давайте пройдемся хотя бы для примера по внешнему виду. Какие мелочи играют в значение? Многие, многие, недооценивают все эти нюансы. Первое, безусловно, конечно, у вас должен быть свой собственный стиль, и мы будем много о нем говорить, практически без толку о нем, много говорить на самом деле, потому что там есть четкая формула, которую нужно принять, наложить на себя, и я сегодня на уроке вам ее расскажу. Следующий момент – это якорь. Якорь – это узнаваемая фишка, узнаваемый аксессуар, элемент в одежде, в голосе, в прическе, в образе, который должен присутствовать постоянно с вами. Я объясню, почему это важно. Допустим, смотрите, вы писали, что хотите разобрать Эвелину Хромченко. Возьмем всех стилистов, которые работают у нас и на телевидении, и, допустим, на просторах Инстаграма. Их достаточно много, но только единица, может быть, трем из них, из них удалось добиться и выйти на широкую аудиторию. На самом деле, Эвелина Хромченко, несмотря на свою строгость, несмотря на где-то принципиальность ведения своего аккаунта и выступлений, стала любимицей многих телезрителей. Так вот, почему это произошло? Давайте пореэкспериментируем теперь с ней. Представьте, что вы едете по улице и висит билборд. Да, знаете, такие большие блокады на улице. Вы едете за рулем и случайно, буквально на долю секунды обратили внимание на этот билборд. А теперь представьте, вот сейчас в Москве идет дождь. Его размыло. То есть вы еле-еле узнаете этот типаж, эту картинку. Как вы догадаетесь, что там расположена фотография Эвелины, допустим, с ее выступлением? Как вы поймете, что это она, при этом потратив долю секунды, да, и при этом еще и размыт, представляете, не видно точно, кто изображен на билборде? По каким признакам? По очкам, по прическе, по манере даже держаться, как она фотографируется, вот с таким поворотом головы всегда. То есть понимаете, что такое якорь? Это когда есть узнаваемая фишка в вашем образе. То есть ни при каких условиях Эвелина не снимет очки, если будет проходить рекламная кампания. То же самое можете найти и вы. Не обязательно очки, да, именно я имею в виду тот же самый якорь. Это может быть, допустим, один цвет. Как я уже, может, рассказывала вам, у нас есть клиентка, которая выбрала для себя белый цвет. И представляете, она зимой и летом одним цветом. Это на самом деле очень сильный якорь. Потому что сколько людей ходит в белом, одевшись в белый цвет. Вы видели мое видео недавно в Инстаграм, да, я выкладывала несколько дней назад и про нее рассказывала. Я на самом деле бы на это была не готова. Во-первых, работа на телевидении немножко диктует свои правила, потому что белый цвет, он не принимается камерой. Всего этого не могу его взять. Но, допустим, вы можете выбрать три цвета. Может быть, вы выберете какой-то принт для себя. Вы любительница леопардов. Вот вы любите этих животных и можете тогда ходить не всегда, конечно, одетый в леопард, но кто вас знает. Но аксессуары, браслеты, какие-то, не знаю, там, головные уборы, что-то, где будет перекликаться. Это может быть клетка, это может быть горох. Как определяется сила якоря? Смотрите. Берем так. Вы, допустим, мне многие пишут, говорят, я хочу ходить только в платьях, и я считаю, что это мой якорь. Нет. Платье – это не якорь. Потому что сколько процентов на земле из женщин ходит в платьях? Ну, давайте по хорошей истории возьмем, допустим, 50. 50 ходит, 50 нет. Сила бренда, если по десятибальной шкале, сила якоря, вернее, где-то на 5 баллов. Понимаете, да, о чем я говорю? Все в курсе этих нюансов. Теперь представьте, что вы выбрали платье, но, допустим, ходите только в белых. Сколько людей ходит только в белых платьях? Раз, их, допустим, не знаю, процентов 5. То есть, сила действия якоря, чем меньше людей его используют, тем она сильнее. Понимаете? Или вы ходите в платьях только в стиле 60-х. То же самое. Или вы ходите в платьях только определенного кроя. Или в трех цветах. Это тоже уже неплохо. То есть, он, этот якорь, за вами закрепляется. Проблема якоря заключается в том, мои дорогие, что, чтобы он начал приносить вам дивиденды и стал ассоциироваться хотя бы сначала в вашем небольшом кругу окружения, да, дальше вы выходили на широкие массы, где-то год. То есть, год вы должны прожить с этим якорем. Для многих это сложно. Но, смотрите, если вы решили стать брендом, если вы хотите быть не якутскими самоцветами, а, допустим, кортье, проведем аналогию на ювелирном бренде, или Тиффани. Тиффани каждый день изо дня упаковывает себя в коробку какого цвета? Да, вы знаете, цвет Тиффани, что-то между бирюзой и цветом морской волны. Может быть, Тиффани уже тошнит от этого цвета. И бренд-менеджера, и маркетолога, но он не может себе позволить упаковаться в красный, зеленый, голубой, каждый день быть разным, понимаете? потому что он перестанет быть Тиффани. Вот то же самое с вами. Я не говорю, что нужно упаковать себя в один цвет, но если вы можете себе это позволить, это будет мощно. За вами закрепится именно этот цвет, вы по факту его себе купите. Это круто. Для бренда это очень круто. Не все на это готовы. Опять, зависит от того, какую стоимость и какая цена, насколько это вам важно. Поэтому якорь будем искать. Сегодня я вам дам упражнение на уроке, которое позволит вам найти свой якорь. Обещаю, что после занятия каждая из вас придумает что-то, что будет закреплено за ней. Обещаю вам. А теперь возвращаемся к вопросу, кому это нужно. Вы, допустим, слушаете Бушей и думаете, боже, какой бред она говорит, я не буду одеваться все время в красный, в белый, в желтый, и вообще мне это не нужно, потому что я домохозяйка, я мама. Мамочки, мои любимые мамы, поставьте, пожалуйста, там сердечко, если вы сейчас не работаете и даже если вы считаете, что вам не нужен личный бренд. Ставьте. Буду работать сейчас с вами. Мамы, это непростая категория всего того, что на самом деле это очень трудоемкая, энергозатратная, малооплачиваемая, самая малооплачиваемая работа, потому что свои дивиденды, как мамы, вы увидите через много-много лет. И то не факт. Я приведу вам пример. Вы знаете, что у нас много детей в семье, но я всю жизнь работала, хотя могла бы и не работать. Теперь объясню, почему. Сначала с этого начнем, а потом проговорю с условием того, что если вдруг вы не работаете, как поступить с личным брендом. Вам пример. Смотрите, представьте, что вы сейчас мама, зачем представлять, вы и так мама, и вы всю жизнь тратите на детей, то есть вы их водите, вы посвятили себя тому, чтобы отвезти их в секции, подготовить, чтобы они сделали домашнее задание, отучились, они у вас ходят на портепиано, на пение, то есть на всевозможные занятия. Но у вас нет времени работать. Более того, вы ушли в декрет лет пять назад, и сейчас страшно, страшно вернуться на работу, потому что в некоем смысле вы вылетели из-за бойны. И это психологический барьер. Никакой больше, девчонки, только психологический. Уж поверьте, вас всегда возьмут, вы всегда найдете место. Просто, конечно, взять за секунду перестать так жить, да, это непросто. Я сама была пять раз в этой ситуации. Так вот, а теперь представьте, что ваша дочка, а я рассказываю не просто так, потому что это есть в моей жизни и было среди моих друзей и знакомых, выросла. И вы, значит, водили ее на пение, на кружки, на музыку, на танцы, на все подряд. Вложили в нее просто и огромное количество денег, сил и усилий, и времени. И она там в 20 лет, 25, действительно поет, действительно дает какие-то результаты, но потом выходит замуж и сидит дома. Потому что, почему? Потому что мама ее всю жизнь сидела дома. Понимаете? И получается, все эти ваши вложения в нее обнулились. Ни музыка, ни фортепиано, ни танцы, ни выигранные олимпиады практически не пригодятся. Дай Бог, чтобы девчонке этого не произошло. Я вам честно скажу, я желаю, чтобы этого не произошло. Я не накручиваю вас ни в коем случае, но я хочу, чтобы вы задумались. По крайней мере, те истории, которые вокруг меня происходят, они показывают, что именно так, именно к этому все и приходит. К сожалению, девочка, которая не видит, как мама работает, как она чего-то добивается, как она растет, даже если вы вложите в нее огромное количество усилий, может. Я не сказала, что это будет 100%, сейчас не экстреполируйте, но так может случиться. Самое крутое, когда вы, как женщина, собрали свой кубик Рубика, да, смотрите, вы состоялись, как мама, отлично, вы смогли все-таки пересилить себя и после декрета выйти на работу. Это сложно. Я вам честно скажу, может быть, без психолога здесь не обойтись, но иногда этот шаг нужно сделать, иначе вы себя доведете, вы в любом случае будете от этого в какой-то момент страдать. Ну, конечно, всегда есть процент тех, которые не беспокоятся. Третье, не потеряли здоровье. Четвертое, семью и отношения, да, смотрите, вы каждую сторону собрали. Пятое, вы растете душой, то есть вы учитесь, вы постоянно обучаетесь, вы постоянно растете внутри и ваш баланс у вас нет истерик, у вас нет никаких депрессий. И если они у вас были в этом году, то баланса этого нет. Если вы хоть раз истерили, не по поводу, коронавирус, не коронавирус, это не та история. Человек, у которого нормальная психика, стабильная самооценка, у него нет этих версий. Когда вы собираете кубик Рубика, вы становитесь психически устойчивым с человеком. с высокой самооценкой, с низкой, меня даже не сильно беспокоит. Главное, чтобы она была стабильная. Вот что важно. Так вот, бренд, теперь возвращаемся. Мама, нужен ли вам бренд? Если дети, в кавычках, это ваш бизнес, то есть вы вкладываете себя в детей, такое тоже может быть, и вы планируете, хотя бы в качестве гонорара, получить их уважение, любовь и спасибо. И благодарю маму за то, что потратила столько сил на меня. Допустим, такое тоже имеет право говорить. Согласитесь, мама, которая даже в светской жизни, не в рабочем формате, смогла выстроить свой бренд. То есть дочка знает, какой у вас роман, что вы постоянно ходите именно в этой одежде, у вас есть свои предпочтения, голос, речь, жесты, обучение. Даже несмотря на то, что вы работаете мамой, вы постоянно обучаетесь, и вы можете много детям передать. Так вот, бренд для мамы, наверное, это самое важное. Потому что именно на него будут оглядываться ваши дети. Если вы думаете, что достаточно каких-то уроков дополнительных из секций, то вы глубоко ошибаетесь. Самый важный пример для своих детей – это вы. Никто никогда сильнее не будет иметь воздействия на них, чем мама и папа. Понимаете? И уж тем более вы точно должны заняться тем, чтобы выстроить свой личный бренд, имидж в глазах хотя бы своих детей. Так что я могу точно вам сказать, что есть, безусловно, профессии, где личный бренд не имеет значения. И то я бы поспорила. Допустим, IT, когда вы находитесь за кулисами, и то там, может быть, визуального личного бренда нет, но даже то, как вы ведете переговоры, ваш голос, ваша манера письма, ваша манера вести переговоры и встречи – это тоже личный бренд. Даже то, даже то, как вы отвечаете на вопрос, а чем вы занимаетесь. Вот давайте проведем эксперимент. Еще один. Ответьте мне сейчас здесь в комментариях, чем вы занимаетесь. Напишите мне, пожалуйста. Чем вы занимаетесь? Так. Чем занимаетесь? Да, просто ответьте на вопрос. Какая у вас работа? Чем вы занимаетесь? Я задаю тот вопрос, который вы слышите иногда по нескольку раз в день. Согласитесь, это часто, самый часто задаваемый вопрос. Чем вы… Мария, а чем вы занимаетесь? Допустим, вы знакомитесь с незнакомыми людьми, и обычно этот вопрос, первый, второй, который идет в начале разговора. Обычно, да, работаю преподавателем, я музыкант, главный бухгалтер, так-так-так, психолог, работаю официантом, архитектор, психолог. А теперь смотрите, все вы, заметили, ответили на вопрос, так как отвечает большинство людей, у которых нет бренда. Что такое личный бренд в проекции ответа на этот вопрос? Давайте вы меня спросите, Мария, чем я занимаюсь? Чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь? Я могу вам ответить просто, что я преподаватель этикета. Могу? Могу. Правда? Правда. Или могу ответить, я директор австрийской высшей школы этикета. Могу? Могу. Или я представитель ООН в России. Могу? Могу. Почему нет? Выбираю ту версию, которая подходит в данный момент. Но человек, у которого есть личный бренд, он должен зацепить внимание людей. И называется это лифтовая презентация. Лифтовая не от того, что вы в лифте ее презентуете, а от того, что она быстрая. Я вам приведу пример. Допустим, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я вам дам два ответа, а вы мне скажите, какой вас бы зацепил. Хорошо? Первый вариант. Я говорю, я преподаватель этикета. Допустим, я преподаватель делового этикета. Второй ответ. Я отвечаю, вы знаете, я занимаюсь тем, что иногда добавляю ноль к вашему контракту. Или второй вариант, еще один ответ, сюда же во второй. Могу ответить, иногда помогаю стать чужим, ой, своим среди чужих. Какой вам вариант бы понравился больше? Какой бы вызвал желание? Подождите, спросите, а что это такое? А как это? Как это ноль контракта? Вы что, его дописываете? Берете ручку и дописываете? Или психолог, смотрите, я говорю, я психолог. Цифра один, да, пишите. Вторая цифра. Иногда помогаю черную полосу людей превратить во взлетную. Какой ответ бы вам понравился больше? Я психолог, или я помогаю черную полосу людей превратить во взлетную. Или, знаете, еще есть вариант, мне нравится, помогаю найти зеленую табличку выхода, там, где выхода уже кажется, нет. Что появляется, да, появляется желание спросить, подожди, а как выхода? А что такое ноль контракта? А подожди, а как это ты помогаешь стать своим среди чужих? Вот это самая главная эмоция, которую вы должны получить интереса. Вы должны зацепить человека, особенно при новом знакомстве. Я психолог, я учитель, преподаватель этикета, я номер 100. Неинтересно. Миллион людей на этой планете, которые неинтересны. Миллионы людей, которые вообще не будоражат никого. Знаете, сколько преподавателей этикета? Вы, я, я только на своем курсе выпускаю каждые три месяца 100 человек. 100 человек преподавателей этикета. И я сразу чувствую тех, которые действительно выстрелят. И обычно они работают в моей школе. Это не, понимаете, это умение нащупать личный брайд. То же самое, сколько стилистов, сколько психологов, сколько юристов, но вы знаете единицы фамилий. И это те люди, которые постарались выстроить личный брайд. Которые понимают, что мелочи это то, что создает личный брайд. Понимаете? Именно эти нюансы помогают выстрелить. Именно эти нюансы помогают получить дополнительные деньги. Вот и все. Особенно, если вы собираетесь сейчас ввести соц.страницу там в том же Инстаграм. Просто выкладывая фотографии, даже если вы суперспециалист, никто так не наращивает реснички, как вы. Никто так не красит волосы, как вы. Если вы не выстроите личный бренд, никто никогда в жизни не узнает про ваш талант. А какая-нибудь тетя из Москвы, которая смогла это все, знаете, прощупать, красит хуже в 10 раз, чем вы, но популярнее, популярнее куча клиентов, куча подписчиков. Почему? Простой ответ. Она немножко подзапарилась с тем вопросом, чтобы проработать свой личный бренд. А ваш талант могут так и не узнать. А моя задача, чтобы как раз талантливые люди смогли добиться успеха. Девчонки, это может сделать каждая. Просто немножко нужно скрупулезнее относиться к этим моментам, понимаете? Так скажем, обращать внимание на те нюансы там, где другие их проходят, где другим кажется неважно, когда человек приходит дать ему влажную салфетку. Вот просто кто-то скажет, что это ерунда, а кто-то поймет, что теплая влажная салфетка, это круто. А кто-то поймет, что если на теплую салфетку положить цветочек, который ничего не стоит, это еще круче. Понимаете? Особенно в сервисе вот такие моменты, они покупают клиенты, это ничего не стоит, но в каждом бизнесе вот такие нюансы приносят дополнительные нули. Это и есть лакшери. Лакшери, когда вы даете дополнительные услуги, но ничего за этого не берете. А клиент платит вам любовь. Я проработав в люксовом бизнесе, вы знаете, если читали мою историю, я проработала почти больше 10 лет в Гуччи Групп. Привозила сюда такие бренды, как Бушерон, Карлов и Габелла. Я развивалась и открывала самые красивые дорогие бутики. Делала мероприятия, которые, наверное, уровень до сих пор никто не делает. Именно там я научилась понимать, что такое дополнительная стоимость. Мелочь. Когда вы продумываете свет, когда вы продумываете запахи, ароматы, вот все до мелочей. Даже то, какие конфеты у вас лежат при входе. Даже то, что некоторые отели кладут половики без названия понедельный, вторник, вторник, пятница, а некоторые кладут и запариваются каждый день, чтобы положить ковер, допустим, в лифт с названием дня недели. Это и есть личный бренд. И сегодня любой ваш бизнес, будь у вас там, не знаю, будь вы мама, опять же, я уже сказала, что практически это бизнес. Будь то у вас что угодно, даже вебинары. То, что вы даете сверху людям, это и есть личный бренд. Надеюсь, что я сегодня подробно и понятно вам объяснила. Так просто, как я уже сказала, в прямом эфире этого не рассказать. Это надо работать на практике. Что такое работа на практике? Как мы сегодня будем с вами заниматься? Я пришлю вам еще раз вот такую большую распечатку. Там будут все мелочи, которые я прописала нужны для вас, для личного бренда. Все. Все до мелочей, даже интонация голоса. Все. И вы будете проставлять плюс, минус, в зависимости от того, проработали вы сегодня к этому дню этот момент или нет, требует ли он доработки. Таким образом, к концу урока вы будете четко понимать, что вам необходимо сделать, чтобы выстрелить среди конкурентов. Проще этого занятия нет вообще, наверное, ни у кого. Потому что ну вот так не разжевывает никто. Никакой воды. Просто будем идти по этой таблице, вы будете заполнять. Я вам скажу, какой процент говорит о том, что вы на пути к тому, чтобы выстроить свой личный бренд. Какой говорит о том, что вам еще нужно пройти процентов 20 самостоятельно и потом только возможно вы увидите плоды своей работы. Кто-то поймет сегодня на занятии, что все, вот остались эти мелочи, википедия, возможно, там, поисковик, фотография, в инстаграм, то есть какие-то нюансы, которые могут либо убить ваш личный бренд, либо добавить к нему стоимость. Вот и все. Готовы работать? Я жду вас на своем занятии. Это будет еще раз повторяю практика. Практика для умных людей. Там будет все уже по существу без воды, без входа. Поэтому, конечно, жду тех, кто готов взяться за себя. Особенно сейчас еще раз вам делаю акцент на этом, в условиях, тех условиях, в которых мы сегодня находимся. Но не выжить по-другому. Правда. Не выжить и не, можно не успеть адаптироваться к тому новому миру, который нас ждет в течение двух лет. Надо сейчас в себя вложить. И тем более стоимость вклада, по-моему, если я не ошибаюсь, 1300 или 1500 рублей. Что это в соответствии с тем, сколько вы получите? И давайте для самых скептиков, если здесь есть такие, думают, что это будет вода и урок пройдет бессмысленно. При покупке этого вебинара, если он вам не понравится, вы знаете, я всегда верну вам деньги. Вы напишите мне письмо «Марий, ваш урок ничего мне не дал, ничего нового там не подчеркнула, верните мне стоимость, пожалуйста, вашего вебинара». Я вам здесь обещаю, обязательно верну. Сколько раз возвращала? Наверное, раза три за всю историю, потому что люди либо были у меня на занятиях где-то, либо прошли у меня обучение в офлайн в школе. Никогда больше я не возвращала, но готова буду это сделать, если вам не понравится. Поэтому вы теряете только свое время, которое потратите сегодня на меня, а я постараюсь сделать так, чтобы ваши временные инвестиции точно окупились. я вас жду вечером в 8 часов или в 19.30 на своем занятии. Ссылка, регистрация на вебинар находится в шапке моего профиля. Вы можете вернуться туда сейчас, нажать на мультиссылку, где написано «Под обучением» и зарегистрироваться на вебинар. Если вы смотрите в записи этот прямой эфир и уже прошел вебинар, не переживайте, вы можете приобрести видеоурок, и он всем, вне зависимости от того, когда вы его приобрели, будет доступен целый месяц. То есть 30 дней у вас будет на проработку тех заданий, которые я вам сегодня дам. Ну что, трусливых я не жду, вы знаете, да? Жду только смелых, амбициозных и тех, кто готов что-то менять в своей жизни. Те, кто готов не просиживать, а те, кто четко чует, в какой момент нужно вложиться чтобы получить результат. Жду хитрых. Всего доброго, благодарю вас, спасибо вам за прямой эфир, за ваше участие. Надо выходить почаще, знаю, но, к сожалению, с моим расписанием сегодня это практически невозможно. Поэтому я всегда ценю те моменты и время, когда могу выйти в прямой эфир и надеюсь на более частые встречи с вами. Благодарю вас, ваша Мария Бушет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!